Давайте теперь с вами рассмотрим еще ряд API-функций для работы с нестратимым сделанным. Начнем мы с событий OnPanel Create, который вызывает в момент сбора данных для построения панелей управления в публичной части сайта. Как правило, задача обработчика данного события — добавить свои кнопки в панель управления. Мы с ним уже работали, давайте быстро пробежимся. Разместим уже подготовленный код, зарегистрировали обработчик, класс, наша функция, ряд параметров, сделали ссылку на сайт 1SBitrix. Обновляем страницу, ссылка появилась. Вот мы нажимаем, у нас осуществляется переход. Также можно добавлять любые другие подобные кнопки на панель. Но мы это более детально в первой части урока рассмотрели. Перейдем дальше. Дальше у нас событие OnAdminContentMenuShow. Данное событие вызывается в функции SeeAdminContentMenuShow. При выводе в административном разделе панели кнопок. Событие позволяет модифицировать и добавлять собственные кнопки на панель. У данного события доступен единственный параметр. Это ссылка на массив кнопок на панели. А структура массива у нас аналогична конструктору SeeAdminContentMenu. Соответственно, туда мы можем данный массив указать текст пункта меню, текст плывающей подсадки пункта меню, ссылку на кнопки, дополнительные параметры ссылки, которые напрямую подставляются в теха. CSS класс в кнопке действия. Можем сдать пункт меню напрямую, что мы кодом, дать сепаратор. Давайте теперь на практике все это применим. Регистрируем обработчик. В данном случае я также хотел обратить внимание, что AppEventHander позволяет указать не только конструкцию класса далее нашей функции, но мы напрямую можем указать нашу функцию, которая в глобальной области видимости находится. А для этого третьим параметром мы передаем не массив, а просто наименование нашей функции. Далее указываем, объявляем нашу функцию и, соответственно, сдаем параметр. Давайте сделаем просто во всех списках, дополнительную кнопку настройки модулей. Теперь давайте перейдем куда-нибудь, допустим, в список элементов продукции. Соответственно, у нас появилась настройка модулей. Также хотел бы уточнить, что данная кнопка у нас появится во всех списках. Допустим, список выпусков, а мы тоже имеем данную кнопку, как вы можете видеть у нас на экране. Давайте теперь рассмотрим событие onAdminListDisplay. Данное событие вызывается функцией cAdminListDisplay при выводе в административном разделе списка элементов. Событие позволяет модифицировать объект списка, в частности, добавить произвольные групповые действия над элементами списка, добавить команды в меню действия элемента списка и тому подобное. У данного события есть единственный параметр – это ссылка на объект класса cAdminList. Перейдем к практической части. Регистрируем обработчик. Наша функция. И, соответственно, делаем проверку. Давайте добавим наш код, то есть дополнительные действия. Это выпуски. Мы будем устанавливать выпуск в статус черновик. Давайте текущий, соответственно, выпуск отправим. Он перешел в статус отправленный. Теперь отсюда мы хотим, чтобы у нас появилось действие, и мы могли этот выпуск переставить в статус черновик. Делаем, соответственно, следующим кодом. Обновляем страницу. Вот у нас появился, соответственно, статус черновик. Также хочу обратить внимание на проверку. То есть мы делаем проверку, чтобы у нас данное действие было только в списке выпусков. То есть у нас, как можете видеть, данное действие не появилось в списке элементов инфоблока. Да, хорошо. Действие мы добавили, но нам необходимо добавить еще обработчик. Для этого мы можем использовать событие onBuffer пролог. Вызывается, выполняется. Оно выполняемая часть пролога сайта. После события onPageStat. Никаких параметров, соответственно, этому событию не передается. Давайте мы его объявим. Наша функция. И сделаем, соответственно, проверку. Проверку сделаем следующим образом. Что у нас данное передано методом post. Соответственно, в данном массиве передана переменная action, соответствующая. Есть массив ID-шников. И, соответственно, вызвана определенная страница. Также мы определяем, что у нас есть права доступа на модуль подписки-рассылки. И что у нас с сессией все в порядке. Также подключаем модуль. Вы самостоятельно можете эти три ифа, которые некрасиво так у нас выглядят, объединить в один. Создаем новый объект класса cPosting. И, соответственно, в цикле с помощью forRage мы меняем статусы. Давайте все это сохраняем. Обновляем страницу. На всякий случай. Хотя в данном случае это, скорее всего, не требовалось. Нажимаем статус чиновик. Нажимаем применить. Вуаля. Соответственно, у нас статус не мыслен на чиновик. Мы видим, что это статус D. Вот, соответственно, мы этот статус D и установили. Продолжение следует...